Всем привет! Это новости Турции. Кто впервые столкнулся с таким видео на YouTube, я вам расскажу, что я здесь вещаю о новостях в Турции, перевожу на русский язык, немножко, конечно, по-своему интерпретирую. Это экономика, политика, социальное настроение, что в стране происходит. И главный секрет, в таких новостях я рассказываю, что на самом деле здесь происходит внутри, в стране, среди социума людей, что они на самом деле думают, какое их отношение к каким-то конкретным событиям. Может быть, даже в мировой политической ситуации, но при этом с уклоном того, что их на самом деле здесь интересует. То есть я рассказываю о внутренней кухне, о внутренней жизни, что среднестатистического образованного культурного человека в Турции. Давайте со свежих политических новостей, а затем мы перейдем к внутренним стране, к огромному скандалу. При этом скандал, который разлетелся на мемы и шутки, которым уже судачит практически вся Турция в течение недели. Итак, из последнего. Турция все-таки сняла вето на вступление в союз НАТО. И сейчас, в принципе, идет встреча НАТО в эти дни. И Швеция, и Финляндия вступают в союз. Когда только эта новость появилась в телевизоре, это был вечер, несколько дней назад, все сразу принули к экранам. Это началось, начались открылись вот эти шоу дебатов различные, демократические, которые тут есть. И в телевизоре, и люди между собой в Твиттере начали спорить и общаться. Все думали, ну что же сейчас делает нам Россия, да, что же сейчас нам перекроют, какая будет ответочка. Но у другой части населения, то есть это фактически разделило, знаете, 30 на 70 процентов. У большинства не было мысли, что что-то произойдет, потому что все понимали, что это история, как я и раньше говорила. Заработать личные очки, победа на мировой арене для президента, заработать очки к своим выборам, свои рейтинги поднять. Так оно и произошло. На следующий день уже никто не говорил, что там Россия сделала, всем было наплевать. Потому что за эту ночь, обработанная информация, наутро уже вышли СМИ, газеты, провластные о том, что, боже, эти пункты соглашения, это такая огромная политическая победа. Вот мы всех, короче, условно переиграли, какие мы молодцы, какой он, точнее, наш молодец президента, похвала. В общем, короче, там максимально из этого высасывают победу и так далее. Что еще? Главная, конечно, победа этого мероприятия, того, что вчера вечером у Ордана была встреча с Байденом. Вот эта сама встреча, мировые главные, короче говоря, президенты, правители мировые, они, конечно, к этому стремятся. Это некое принятие их и так далее. То есть это тоже максимальная победа. Это даже не... Короче, здесь, понимаете, в культ вводится не то, что там что-то выцеганили по пунктам этим себе, за которые на самом деле изначально была ставка, а то, что в итоге Байден принял аудиенцию, была эта встреча на саммите НАТО. Вот и все, вся история закончена. По поводу сирийского конфликта, спецоперации Греции и так далее, все поставлено на точку, утихло. Две недели мы об этом просто не слышим, как будто вообще никаких разговоров не было. Так что эта тема сейчас на данный момент вообще не муссируется, она довольно-таки улеглась. Ее вообще стараются лишний раз именно в публичном пространстве массово, чтобы много разговоров об этом не было, вообще стараются это не затрагивать, не обсуждать. Ну, короче, было и было, поговорили. То есть это состояние нерешенное, а замороженного, эта ситуация замерзла. То есть когда надо будет это подковырнуть, опять это всплывет, это опять будет муссориться. Но это опять зондирование, мое личное мнение, моя личная оценка и суждение, это было, конечно же, зондирование общественного мнения, реакции, как люди вообще как несутся к разговорам о возможной войне и так далее. Ну, вот получили статистику, реакции, сейчас начали обмозговать, дальше простраивать план на ближайший месяц поведения. Логичные процессы. И вот недавно выгрузили статистику турецкого агентства. Помните, я рассказывала, что вводится закон о том, что если не турецкая статистическая компания иностранная, она считается ее данные статистические, которые они собрали нелегальными в стране, короче, не имеют вообще права на существование, за это можно статью получить и вообще сесть. А вот турецкая компания выпустила статистический сбор о том, каких политических взглядов прилеживаются люди в стране. Так вот, больше, там, 25 вроде бы процентов, это кемалисты, это тот, кто за кемалят от тюрка, демократ, проще говоря, если мы так общую массово берем. Затем идет чуть меньше на пару процентов, 23 с хвостиком процентов, это националисты. Около 16 процентов ответили о том, что у них вообще нет никаких взглядов, они вне политики. И в районе 13 процентов просто затруднились ответить, вообще не понимают, о чем их спрашивают. И там дальше уже по снисходящей, другие направления. То есть, к чему я подвожу, что больший процент, это не большинство в стране, но больший процент респондентов относит себя к демократическим взглядам. Ну, фактически, вот оно подтверждается, 50 на 50, там где-то 24 и там 23 процента были националистами. То есть, получается, что все равно вот этот приоритет 50-50, но демократов чуть-чуть, маленький хвостик, 1-2 процентов, чуть-чуть больше. И также на днях была информация в российских уже СМИ о том, что Вирпул, фирма, которые Индезит производят, они уходят с российского рынка. Я не помню какой-то страны компания, честно говоря, можете там погуглить, а можете написать в комментариях. Но здесь у нас уже информация о том, что компания Арчелик, турецкая бытовая техника, знаете, у нас очень много здесь мебельных производств, их на Европу кто работает, турки, турецкая бытовая техника в Европе и мебель различная. Вот Арчелик есть компания, здесь Киви, Арчелик. Ой, их вообще навалом, короче говоря. Вот Арчелик, она самая крупная. Чтобы вы понимали, это то же самое, например, как Самсунг, только турецкая, поэтому она подешевле стоимость, потому что она здесь произведена, не иностранная. Но качество этой техники вообще никто не гнушается, и многие турки пользуются, покупают. То есть нет такого, что типа заграничную надо покупать, LG, там, не знаю, Siemens, там, еще что-то, бытовую технику, Самсунг. Нет, 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 свои очень любят. Вот эта компания Арчелик, она перекупила бизнес вот этот остатки, переуступки сделала компания Вирпул, Индезив будет в России производить Арчелик. Но на самом деле, мне кажется, они будут производить, но они, конечно же, просто Арчелик зайдет на российский рынок, будет активно там, это просто огромное. Это чуть дешевле, чем брендовые, дорогие какие-то, да, марки, бытовые техники, ничем качеством не хуже, и они будут просто заполнять наш рынок. Также турецкая компания Bayraktar Makinese вроде бы, да, то есть, в общем, завод, который производит беспилотники Bayraktar для войны, военных действий, продают их по всему миру. Они заявили о том, что они безвозмездно, бесплатно подарят украинской стороне три Bayraktar. С января по мае 22-го года у нас увеличились, естественно, продажи недвижимости именно по продаже, не по аренде. И это 20% выше, 20% этого роста забрали именно граждане России на приобретение недвижимости в Турции, это по статистике. 20% от общего числа всех иностранцев, которые в Турции приобретали квартиры и жилье. По запросам на первом месте это Стамбул, затем Анталия, Алания, потом уже Бодрум, Фетхея. Мармарисы почему-то тут в списках нет. Еще хочу напомнить о том, что у нас вводится другой ценз порог на приобретение жилья, суммы. Поэтому кто думал, для того, чтобы получить документы здесь в Турции, гражданство, сейчас буквально в Шератон, но это отели, скажем так, дом, это резиденция. То есть там есть отели, а выше идут уже дома. Это квартиры хорошие, большие, по 350 тысяч долларов. Это Стамбул, и это покрывает получение, это сумма, 350 тысяч долларов, покрывает вот это желание стать гражданином, для гражданства, кто приобретает. Так что, если кому это надо, пишите мне на почту, потому что я знаю риелтора, который в этом здании продает Стамбул эту недвижимость напрямую от застройщика от отеля Ташератона, это Бахчиши Хирайон. Если, опять же, напомню, что если вам нужно по оформлению ВНЖ, нормальный, адекватный англоговорящий риелтор в Стамбуле по аренде, сдаче недвижимости, приобретению, и в других городах, в том числе, в Анталии он тоже работает, то вы тоже пишите на почту, я вас свяжу с этим молодым человеком. И теперь уже к внутреннему конфликту, главные новости, наверное. Как бы грустно, но очень смешно. Расскажу вот именно, чем живут турки, на чем они, простите, ржут последнюю неделю. Это очень обсуждается. Твиттер, короче, просто взорвался. Вы знаете, что у нас такой околополитический, социальный новостной вестник, это Седдар Пекер, я вам про него уже много раз рассказывала. Он, да, вот Таласпи опять знаете, вообще очень долго в тишине был. Напомню, что это оппозиционер, бывший мафиозник, который сейчас последние там полгода-год живет в Дубае. Уехал, сбежал, спрятался, выпускал разоблачающие видео про министра. Знаете, не Навальный, конечно, не с такими запросами, он такой криминальный чувак. Ну, такой типа, знаете, за правдорубь, за справедливость, за то, чтобы в стране что-то там сменилось и таком роде. Но сам не без грешка, короче говоря. И вот в Турции таких очень любит народ. Он близкий к народу, к людям, потому что сам там не совсем где-то честный, мафиозник бывший и так далее. В общем, интересная личность, фигура. Да он-таки очень грамотный, дяденька. И вот такой типа, знаете, а-ля, потому что он такой мафиозник. У него есть типа правила, определенный кодекс чести, назовем. Вот этим он притягивает людей. Вот это, говорю, харизма есть. И он довольно-таки, конечно же, спродюсированные видео выпускает на Тюбе. Ну, всякие разные разоблачения. Не прям уж расследования, но прям по факту у него всегда есть. Короче, у него есть компромат такой. Он такой а-ля журналист, самоучка, назовем так. Ну, за ним, конечно же, стоит определенный штат сотрудников, которые готовят информацию, делают расследование. Он такой говорящая голова, назовем так, у расследователей-журналистов, которому нечего бояться. Он в оппозиции конкретно, и у него есть какие-то определенные связи. Вот. Рассказала, кто это такой. Так вот, что произошло? Он периодически выпускал такие видео, как-то замолк, затих. Его главная площадка в видео на Ютюбе и в Твиттере. Я говорю, что кому интересно, ведущий в социальной сети в Турции – это в первую очередь Твиттер, потом Инстаграм, потом Фейсбук, потом телевизор у нас идет. Вот так у нас градируется доверие и интерес к социальным сетям. Так вот, Твиттер. Твиттер вообще все читают. Это очень, короче, самая главная первая новость. Утром просыпаются и открывают Твиттер. Произошел у него конфликт. На него, назовем так, периодически дергался, критику высказывал. Естественно, не за просто так. Оппозиционный ему уже журналист, ведущий телеканал ТГРТХД и Джем Кичук, этого ведущего зовут. Он периодически… Конечно, у него была клевета конкретная на вот этого Пекера. И Пекера, в общем, заявление в Твиттере у него было. Слушай, короче, типа, хватит на меня гавкать, меня там потрунивать, не знаю. А вот этот новостной канал и этот журналист – это про консерваторы, про властные, про партийные. Ну, там типа, Алена, назовем на уровне, там, не знаю, Россию-24, назовем так, федеральный канал. Вот такого уровня новостной канал, который вот крутит то, что как бы надо крутить. И где-то там чем-то разбавляет другими новостями. И вот этот ведущий там утреннего шоу, вот этот дянечка, Кичук его фамилия, Джем Кичук. Короче, в Твиттере выступает Пекер и говорит ему, в общем, чувак, давай закругляйся, ты меня конкретно оболгал из последних своих там, короче, информаций на меня. Это там клевета и так далее. И так что, если ты, ну, вот это вообще выдвигалась сначала этому каналу, то в том числе ты и твой канал не принесете мне извинения. У меня на каждого из вас вообще есть компромат, да такой, что я публикую видео, вы еще офигеете, короче, ответочка вам прилетит, вы обалдеете. Никто, конечно, извиняться не начал. И просто в один момент Пекер выпускает в Твиттере видео, сейчас не знаю, как правильно, корректно бы его назвать. Это видео скрытой камеры, компромат, да, как он всегда любит, то есть у него на всех есть какие-то доказательства. Это видео, я даже не знаю, как это назвать-то правильно. В общем, директор вот этого новостного канала ТГРТ Хабер, то есть начальник вот этого вообще ведущего, состоит в половой связи с двумя другими мужчинами. Вот этот половой акт трех мужчин. Лица там все это прекрасно видно, двое других мужчин неизвестны, ну, то есть не публично, а это директор канала провластного, очень известный человек, да еще и с мужчинами в связи. И, в общем, там, короче, все ахтули, у всех просто в один день отвисла челюсть. Твиттер взорвался, никто не ожидал такого. Почему? Потому что сам вот этот канал, и директор, естественно, этого канала, буквально недавно они консерваторы, прополитичные, партийные, понимаете, откуда они берут деньги. И они буквально всегда о том, что они выступали против ЛГБТ-сообщества, очень критично, жестко настроено, что это не люди ЛГБТ-сообщества, члены. Это их вообще нельзя жить на этой планете, на земле. Они там разлагают, и все в таком, это не религиозно и не партийно, и вообще, короче, это не люди. И в чем, скажем так, апокалипсис, почему Твиттер взорвался? И кто вот эту повестку кидает на ЛГБТ, сам является, как сказать, представителем, довольно скрытым, да? Плюс еще такое видео вот это вскрывается. То есть вот эта двуличность консерваторов, на самом деле это показывает само, вот этот строй, короче говоря, да, что он очень двуличный. Кто за что, скажем так, ругает, сам тем и является. Назовем это так, на русском языке это так звучит бы. И вот все начались твиты, мемы, этику нарезки из этих видео, комментарии огромные. И Пекер говорит вот этому Джему Пичукову, что до субботы, ребят, сегодня я снимаю в четверг, выпускаю видео, до субботы у тебя есть время принести мне публичные извинения. Если нет, то следующее видео будет тебе. И ты еще больше удивишься, там еще интереснее и людям понравится это видео. Так что ждем развязки. Твиттер просто бомбанула в один момент. Все ржали. Ну, естественно, это полстраны, понимаете, да, кто на противоположной стороне и не партийной. Значит, я что могу отметить? Как я вижу со стороны, да, наблюдая оба этих два лагеря противостояния, начинается огромная политическая борьба, борьба компроматов. Это только начало будет дальше, жестче и интересней. Ладно бы в такой какой-то, знаете, социальной повестке никого бы не трогала, но из такого важного и житейского, что людей очень всколыхнуло, это определенное, назовем так на мой, это моя оценка личная, нанесение определенных серий ударов. До этого, о чем я раньше не сказала, у нас марморис опять начал гореть, было возгорание, это произошло вечером, то есть уже после вроде как заката солнца опять загорелись леса в марморсе. Помните, год назад какая огромная трагедия вообще была? У меня прям отдельный выпуск новостей об этом был. И мое личное ощущение, я про себя рассказываю, да, у меня сразу была реакция, говорят, это скорее всего подожгли, говорят, это провокация того, что показать, что за год никаких мер не предприняли, тогда жертвы были не только животных, но и людей, в том числе пожарные, несколько человек погибли, в общем-то было очень страшно ужасно. Короче говоря, это такой, знаете, плевок правительству, партии, потому что не сделали выводов, никакой безопасности, пожарное, лесное, ничего не предприняли, историю замяли, ничего не посадили, нового, там частично, в общем, волонтеры этим всем занимались, по сути, что государство никак не взяло никаких уроков из того, что произошло, никак не поспособствовало, деревьев особо там, типа условно, не восстановили, не посадили, короче, потихонечку тема сошла, деньги не потратили, уроков из этого не извлекли. И такой, я сразу говорю, это скорее всего поджог, это такой щелчок, очень в политическую повестку это входит. Ребят, проходит два дня, это поджог, якобы поймали того, кто поджог совершил, честно скажу, я вот не верю, что этот человек, потому что, простите, полиция надавит пытки, наказание, ты признаешься, что ты там папу, маму родных убил, и все что угодно скажешь и так далее, или на сделку какую-то пойдешь, не факт, что ты человек, который, я не думаю, что это именно тот человек, доказательств, короче говоря, видео конкретного, с камер каких-то, со спутников, которые над нами летают, не было представлено, по сути, ничего, просто сказали, вот человек, его даже не показали особо, поэтому сомнения огромные, я не верю в это, лично я, и люди вокруг меня тоже в том, я про людей рассказываю, турок, что они думают, и было огромное выступление президента на эту тему, который сказал, он говорит, это с чего выходит, что это, естественно, подстава такая была, естественно, поджег, он сказал, что те, кто будет поджигать леса, я веду статью, будет смертная казнь, вот мы одного поймали, будем там судить, посадим, следующего будем казнить, но, естественно, смертную казнь в Турции не отводить это не будут, общество будет против, но это демонстративное к тем, кто бы, скажем так, предупреждение с противоположному лагерю будете подобные провокации создавать, типа, вам будем казнить, но, думаю, не в юридическом публичном пространстве, а каким-то другим образом, в общем, вы поняли этот посыл, естественно, слава богу, что самое главное для меня, для просто людей, что огонь взяли под контроль, меня 3-4 тушили, то есть там вот этот процесс, понимаете, что огонь долго тушил, был дым над городом, паника опять у людей, опять горят оставшиеся, что там животные умирают, погибают и так далее, вот это смакование, вот этого процесса, что долго тушат, вот видите, уроков не было, ничего не предотвратили и так далее, ну, в общем, в Турции времена больших политических игр начинаются, напоминаю, что выборы у нас будет только через год, следующим летом, даже в конце лета, в августе, посмотрим, как будут развиваться события, становится очень интересно, все забиранием сердца считают инфляцию, лира немножко стабилизировалась, она опять падала, в данный момент лира сейчас стоит 16,41 доллар, 16,40 лир стоит 1 доллар, и где-то 3 рубля 25 копеек стоит 1 лира в рублях, при снятии денег с банка, с карточки, если вы в ATM снимаете, там немножко другой курс, где-то по 3,50-3,60 посчитается 1 лира рублей, выгоднее, или по терминалу, когда проводите оплату, он чуть дороже, конвертация, потому что происходит, но выгоднее, сразу говорю, напомню, что оплачивать банковская карточка, а не снимать в банкомате. Спасибо всем за внимание, жду ваших вопросов, если о них есть, ваши комментарии, особенно лайки под видео, распространяйте это видео мое, это очень помогает мне стимул снимать дальше, рассказывать вам новости. Если вам нужна моя консультация, как психолога или психологическая помощь, в инфобоксе под видео моя электронная почта, пишите туда тема письма консультации. Спасибо за внимание, всем пока.